МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Об основных событиях пятницы вам расскажут корреспонденты информационной программы Республика и я, Ольга Панова. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев провел ряд встреч членами федерального правительства. В беседе с заместителем министра регионального развития РФ, руководителем Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимиром Коганом обсуждались перспективы использования республики в качестве пилотного региона по опробированию механизмов строительства доступного арендного жилья и жилья экономического класса, в том числе малоэтажного. Напомним, в Чувашии с 2008 года реализуется программа формирования государственного жилищного фонда для предоставления его в коммерческий наем, а очередникам и отдельным категориям граждан. На сегодняшний день в Голжилфонде построено около 2000 квартир в Новочебоксарске и в Чебоксарах. Две трети нанимателей – работники бюджетной сферы, около 10% – молодые семьи. В то же время порядка 11 тысяч семей очередников Чебоксара и Новочебоксарска изъявили желание получить в коммерческий наем квартиру Государственного жилищного фонда республики. Сегодня же Михаил Игнатьев встретился с министром природных ресурсов и экологии Сергеем Донским. В 2013-2016 годах Минприрода Чувашии планирует провести лесоустроительные работы. На эти цели необходимо 179 миллионов рублей. Для повышения эффективности предупреждения и тушения лесных пожаров необходимо приобрести специальную технику. Также, чтобы сохранить леса от вредителей, нужны профилактические меры. Последний раз Федеральный Центр выделял Чувашии средства на подобные работы в 1995 году. Это необходимо для того, чтобы провести аукционы для заключения договоров аренды лесных участков по использованию лесов для заготовки древесины. Прямо база данных обновится и электронный в виде тоже. Схема лесонасаждений, возраст лесонасаждений, полнота лесонасаждений, все лесоустроительные базы данных обновится на 10 лет. Электронная карта лесов Чувашии. Подробно о рабочих встречах в Москве мы расскажем в информационном выпуске «Республика» в понедельник. К другим новостям. О нарушениях законодательства при управлении и распоряжении земельными участками, находящимся в муниципальной собственности. О дополнительных мерах по стимулированию развития жилищного строительства в Чувашской республике. А также о мерах по созданию межотраслевой комплексной геоинформационной системы Чувашской республики говорили сегодня на коллегии Минимущества. Министр имущественных отношений Чувашии Светлана Янилина отметила, что основной неналоговый доход в муниципалитетах – управление и распоряжение муниципальным имуществом. На сегодняшний день более 1 миллиарда рублей поступило в доходы местных бюджетов от использования земель, которые находятся в муниципальной собственности. По объемам доходов у нас районы очень сильно варьируют. От 7 до 4 миллионов доходы поступают, например, в такие муниципальные образования, как Аликовский район, Комсомольский район, Красноармейский район, Красночитайский район и Шамушинский районы. Но до 7 миллионов рублей у нас поступает в 11 муниципальных образований. До 30 миллионов рублей поступают у нас в такие муниципальные образования, как Гораты Аканаш, Шумер, Леолаты и Чебоксарский район. Но самое крупное, конечно, муниципальное образование – это у нас город Чебоксары. Общий объем доходов на 1 ноября составили около 650 миллионов рублей. Город Новочебоксары – чуть более 200 миллионов рублей. Соответственно, конечно, два этих муниципальных образования в общем объеме доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов составляет 80%. В Миномуществу Республики уже разработан порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности, для строительства жилья эконом-класса. Согласно этому, в ближайшем будущем будет проведен так называемый канадский аукцион. Мы определяем земельные участки, которые будут свободны от застройки, находящиеся в нашей собственности. Они будут выставляться на аукцион. Основным условием аукционной документации – это будет определение стоимости квадратных метров жилья, которые будут построены на этом земельном участке. И победителем этого аукциона является то и юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который предложит жилье по наименьшей цене. Вот такие нормативные документы уже приняты. Об этом мы сегодня тоже с органами местного управления будем говорить. 22 ноября 2012 года в Чубаксарах под председательством начальника УФСБ Сергея Сафронова состоялось заседание оперативного штаба по управлению контртеррористическими операциями в Чувашской республике. Члены штаба, руководители силовых министерств и ведомств, председатель кабинета министров Чувашии подвели итоги деятельности подчиненных сил и средств, а также определили приоритеты на 2013 год. Отмечено, что в текущем году подачей внезапных вводных неоднократно проверялась готовность оперативных групп в муниципальных образованиях республики к отражению угроз террористической направленности. Проведен ряд масштабных тактико-специальных и командно-штабных учений по проверке готовности группировки штаба, созданные для проверки КТО и минимизации последствий террористических актов. Результаты учебных контртеррористических операций показали мобильность, боевую слаженность и высокую выучку личного состава в условиях сложной и быстро меняющейся обстановки. Одними из главных задач оперативного штаба по-прежнему остаются обеспечение безопасности населения, а также поддержание в готовности органов и подразделений, предназначенных для осуществления первоочередных мер при пресечении террористических актов и проведении контртеррористических операций. Поздравить семью, в которой родились сразу три богатыря, решила накануне Дня матери супруга главы Чувашии Лариса Игнатьева вместе с женсоветом города Чебоксары. Рождение тройняшек – событие не только для семьи, но и для города. Появление на свет тройня считается большой редкостью. Лариса Игнатьева решила вручить подарки и узнать, как чувствуют себя полуторамесячные Богдан, Вадим и Глеб. В семье Григорьевых бывали случаи рождения двойняшек. Но то, что супругам Анжелике и Валерию предстоит воспитывать тройню, стало для них большой неожиданностью. Они уверены, что судьба решила сделать тройной подарок за их долгое ожидание. Мальчики родились с разницей всего в одну минуту, и каждый из них весил не меньше двух с половиной килограммов. Пошла на УЗИ, и мне там УЗИ сообщает, девушка, вы знаете, у вас даже не двойня, а тройня. Я вообще в шоком состоянии, хорошо, что я лежала. У меня первая мысль, как мне сообщить мужу, а муж как отреагирует. Для Валерия это стало большим, но приятным сюрпризом. Теперь он не только помогает жене с малышами, но и думает, как лучше заняться их воспитанием. Отдать спортивные клубы, самбо, вольная борьба, наподобие этого. Походу посмотрим, кто на что будет способен, как себя покажет. Как заверяют молодые родители, особых хлопот с детьми нет. Они быстро набирают вес, хорошо кушают и не болеют. Но пока молодые мама и папа не очень развлечают сыновей. Я их развлечаю по шапочке. Открою секрет. Но до сих пор я еще бирочки с роддома не сняла. Не сняла у Глеба и Вадима. Просто они так похожи, иногда даже путаем. А Богдан – это совсем другой человек, и по характеру они разные. Я думаю, это такое большое счастье. Вот мы пришли в этот дом, на самом деле. В этом доме царит любовь, радость, счастье. Вот именно в таких семьях очень приятно увидеть таких маленьких детей. Естественно, мы уверены, они вырастут такие же счастливые, здоровые, милые дети. Дай Бог им здоровье самое главное. Вот в таких семьях, именно у нас, от таких семей зависит наше будущее. Кстати, о будущем. В скором времени семье потребуется своя жилплощадь. Сейчас они живут в съемной квартире. Этот вопрос, как заверила Ирина Клементьева, не останется без внимания. Ну, мы рады, конечно, что в городе родилась тройня. И, конечно, огромное внимание оказываем этой семье. А уже при выписке мы помогли с кроватками, помогли с оснащением детской комнаты. Ну, и в преддверии Дня матери приехали сюда, чтобы вновь поддержать эту молодую семью. Самая главная проблема – это надо помочь с жилплощадью. Трое детей, конечно, это ответственность, много забот. И мы, конечно, взяли на заметку, у нас есть поддержка. Поэтому, я думаю, что будет скоро и квартира у этой молодой семьи. В Чувашии особое внимание уделяется вопросам материнства и детства. За последние 20 лет рождаемость в республике превысила смертность, а количество многодетных семей выросло почти на 5%. В 2013 году политика поддержки рождаемости будет увеличена. С 1 января вводится ежемесячная выплата семьям в связи с рождением третьего и последующих детей. Татьяна Филатова, Константин Козлов, Республика. В воскресенье 25 ноября отмечается День матери. Своё поздравление всем мамам республики отправил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Этот необыкновенный и светлый праздник наполнен искренними чувствами любви, добра и признательности ко всем женщинам, которые дарят нам жизнь, растят и воспитывают, защищают от невзгод, делятся теплом своих сердец. Дорогие матери, сердечно благодарю вас за ту любовь, ласку, поддержку, которыми вы окружаете своих детей каждый день. Желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, добра, благополучия и желанных, счастливых, жизнерадостных детей. Конец цитаты. В каждом регионе в эти дни поздравляют матерей, достойно воспитавших своих детей, организуют конкурсы, выставки, фестивали. В преддверии Дня матери без внимания не остались и многодетные семьи. В Маргаушском районе сегодня чествовали мам, которые воспитывают более двух детей. Многодетных семей в Маргаушском районе всегда хватало. Правда, если раньше таковыми считали родители с пятью, восьмью, двенадцатью детьми, то сейчас это три и более. В последнее время маленьких граждан в районе с каждым годом все больше. Сегодня в республике поддержке многодетных уделяется большое внимание. Это и федеральный материнский капитал, республиканский. Денежные выплаты будут получать семьи, в которых родится третий и последующий ребенок уже с 1 января 2013 года. Существенные прибавки. Те же поддержка семей военнослужащих, которые сейчас призываются или служат в армии. Те же поддержка многодетных семей, порядка предоставления земельных участков, где этот вопрос, думаю, тоже решаем. В этом году 51 человек у нас было зарегистрировано. Как они хотели получить, и они обязательно все получат. На сегодняшний день около 40 человек получили уже, но дополнительно все время список выполняется. Мы рады этому. В тесном неформальном кругу многодетным мамам вручили сертификаты на государственный материнский капитал. Все они подают пример своим друзьям, соседям и не только им. На господдержку может рассчитывать и семья самого главы администрации района Ростислава Тимофеева. Правда, на праздничный вечер супруга и их уже трое детей приехать не смогли. Данифа Тагерова, Андрей Спиридонов, Республика. В школах Республики в последнее время появилось много новшеств. До конца года треть всех средних учебных заведений Чуваши завершит модернизацию. Установят новую систему питания, оснастят учебные кабинеты современным оборудованием. О том, как завершается проект модернизации на примере средней школы номер 18, узнавал мэр столицы Леонид Черкесов. В этом году 18-я общеобразовательная школа отмечает юбилей. 40 лет здесь получают знания дети юго-западного района. Директор школы признается, то, что образовательное учреждение попало в программу модернизации, очень своевременно. Да, школа нуждалась в ремонте, и этот вопрос неоднократно обсуждался и на родительских собраниях. И на управляющем совете организации выделили деньги на ремонт нашей школы. Хотя, надо сказать честно, что нам выделили достаточно серьезную сумму, но в связи с тем, что школа не ремонтировалась капитально до этого, у нас еще остались вопросы и проблемы места, которые бы требовали дополнительной поддержки. Из республиканского федерального бюджета на ремонт и оборудование выделили более 5 миллионов рублей. Леонида Черкесова интересовали все статьи расходов. Теперь школьная столовая оснащена полным комплектом всего технологического оборудования, которое позволит обеспечить качественное и разнообразное меню для школьников. Современный пароавтомат, духовые шкафы, протерочная машина, новая красивая линия раздачи, которая вызывает особое восхищение у ребят. На этом перечень ключевых дел не заканчивается. Занимаются физической культурой ребята в новом спортзале. Здесь заменили оконные блоки, покрасили стены, завезли новый инвентарь. В уходящем году на модернизацию образования в республике предусмотрено 886 миллионов рублей. Это в три раза больше, чем в 2011 году. В результате 70% школ, а это каждая третья школа, будет соответствовать нормативным требованиям. Данифат Агирова, Константин Козлов, Республика. Срок службы в армии планируют увеличить до полутора лет. С такой инициативой выступил Комитет по обороне Госдумы РФ. Председатель комитета заявил, что намерен добиваться от министра обороны Сергея Шойгу увеличения сроков военной службы. Как поясняют в Госдуме, сокращение срока службы до одного года в свое время было политическим решением, но оно плохо сказалось на бой готовности армии. Если не считать период обучения, личный состав служит только полгода, а потом увольняется. На их место снова набирают неподготовленных салаг. Получается, что армия подготовлена только наполовину. Комоедов убежден, что ротация должна быть хотя бы третями. Эту проблему можно решить, если служить будут полтора года. Механизм продвижения этой инициативы пока не определен и предварительно необходимо заручиться поддержкой общественных деятелей, заявил он. Но комитет намерен добиваться пересмотра сроков военной службы. Напомню, что сокращение срока военной службы с двух лет до одного года началось в 2006 году. В 2007 году молодые люди служили 18 месяцев, а с 1 января 2008 года – 12. В пятницу в Национальной библиотеке Чуваши открылась Республиканская научно-практическая конференция «Общественные объединения в Российской Федерации. История и современность». Участники конференции рассматривали аспекты функционирования общественных объединений как институтов гражданского общества. С докладами выступили представители общественных объединений, партий, историки, социологи, студенты исторических факультетов, ведущих вузов республики. На форуме обсуждалась также роль традиционных и новых религиозных движений молодежных организаций и научно-культурных объединений на предприятиях республики. Рассмотрели участники конференции вопросы повышения роли политических партий в России. На конференцию приехали эксперты из Санкт-Петербурга, Тюмени, Уфы и Беларуси. На сцене Чувашского драмтеатра «Премьера» пьеса Николая Коляды «Баба Шанель». Это произведение – находка для любого академического театра. Здесь можно увидеть гармоничное сочетание разных поколений, характеров и судеб. Спектакль смотрела Татьяна Филатова. Национальные костюмы и песни позволят зрителю стать еще ближе к своей культуре. Но речь в пьесе пойдет вовсе не о веселье, а о проблемах женщин, которые стараются не показывать своих слез и, несмотря ни на что, радуются жизни. А сюжет таков. В доме престарелых пять героинь отмечают юбилей своего коллектива фольклорной песни. К ним приходит новая солистка, и художественный руководитель заявляет женщинам, что они теперь будут только в массовке. Негодованию героин нет предела, ведь в песне заключается их жизнь. Только в песне они могут быть свободны. Основная тема спектакля – это одинокий крик в пустыне людей. Как бы люди стареют, растут дети, вырастают внуки, правнуки и становятся в конце жизни никому не нужными. Спектакль об этом. Хочется воспитывать, ведь молодое поколение, я же конкретно на молодое поколение все-таки пыталась поставить. Я не знаю, что из этого получилось, это уже зритель скажет. И хотя играют все два часа на сцене беспрерывно артиста пожилого возраста, с танцами, с чувашскими песнями, я повторяюсь, но я оставила для зрителя для молодого возраста. Несмотря на то, что все героини были когда-то брошены своими детьми, они продолжают жить и стремиться к лучшему. Увлеченные сложными и интересными ролями, актрисы не замечали, как проходит время на репетициях. Такой нагрузки не выдерживали даже молодые актеры. Видимо, сложность прежде всего в том, что здесь, в этом спектакле, главные герои, эти пять бабок, они вообще работают, не выходя со сцены. Это очень утомляет. А легко, легко как? Легко как? С профессиональными артистами, тем более здесь одни корифеи, одни такие великолепные артисты, и старшие, самые старшие поколения, и вот средние поколения артистки моего поколения, ну, они уже тоже со стажем, у них тоже есть опыт работы. Нет, работалось хорошо, очень хорошо. Пьеса заставляет думать, но в то же время со сцены передается и много положительных эмоций. Благодаря таким талантливейшим актрисам нашего театра, это Вера Кузьмина, которая в следующем году будет 90, это Нина Яковлева, это Любовь Федорова, это Нина Григорьева. Безумно было приятно с ними работать, и я была признательна и очень благодарна, что они мне доверились, поверили в меня. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика. В Доме культуры «Салют» прошел фестиваль «Блуждающие звезды». Талантливые ребята с ограниченными возможностями демонстрировали свои способности в области вокала, хореографии, инструментальной музыки, художественного слова. Каждый участник этого фестиваля преодолевает много препятствий и достоин самых высоких похвал. Наша съемочная группа узнала, как талантам удается многое успеть. Десятилетняя Ксения Анишева с детства плохо слышит, но она очень способная девочка. Круг ее интересов ничем не ограничен. Она любит рисовать, петь, но главное ее влечение – спорт. Ксюша увлекается настольным теннисом. Неоднократно становилась победителем всероссийских и республиканских соревнований. А делать успехи помогает учитель физкультуры Александр Петров. Ксюшу растят и воспитывают папа и бабушка. Ксения занимается настольным теннисом. Занимается с первого класса. У нее очень хорошо получается именно этот вид деятельности, потому что наши дети занимаются и легкой атлетикой, и бадминтоном, и в плавании. Но вот настольный теннис Ксюше дается лучше всего. 15 грамот у нее уже, и причем республиканского уровня, всероссийского уровня. Поэтому мы думаем, что в будущем мы вырастим, конечно же, олимпийского чемпиона, так как в нашей школе уже три олимпийских чемпиона имеются. Фестиваль «Блуждающие звезды» создает условия для детей и молодежи для максимального раскрытия и реализации всех своих талантов. История этого проекта начинается с 2005 года, когда он стал победителем в объединенном городском конкурсе проектов «Культурная столица Поволжье-2005» и был поддержан грантом президента Чувашской республики. Оксана Александрова, Евгений Анисимов, Республика. 24 ноября вступит в силу закон об отмене доверенности. Сотрудники ДПС не смогут требовать доверенности у водителя, который не является собственником автомобиля. Ему достаточно будет предъявить свидетельство о регистрации, удостоверении, ПТС и страховку. Вопрос отмены доверенности возник уже давно, ведь этот документ не является серьезным, так как не требует оформления нотариуса. И здесь достаточно подписи хозяина автомобиля, хотя подлинность этой самой подписи гаишники установить не могут. А если водитель забывал документ дома, то кроме штрафа в размере 100 рублей, он еще и не мог больше управлять машиной, которая отправлялась на штрафстоянку. Теперь доверенность нужна только при прохождении техосмотра. Национальная телерадиокомпания «Чувашия» стала призером всероссийского конкурса среди журналистов на лучшее освещение социальной и пенсионной тематики доверия. Конкурсная комиссия во главе с председателем правления Пенсионного фонда России Антоном Дрождовым присудила в номинации лучшему тележурналисту второе место группе авторов. На конкурс наша телерадиокомпания представила 14 репортажей информационной программы «Республика» и специальный выпуск программы «Бумеранг» о пенсионной реформе. В Волгу выпустили молодняк-стерлиде. Чебоксарский речной порт таким образом решил компенсировать ущерб, нанесенный компанией водным биологическим ресурсом в результате добычи строительного песка за навигацию 2010-2011 года. Молодые рыбы выпустили в районе грузового порта Чебоксар и 4-х километровой запретной зоны Чебоксарской ГЭС. Чебоксарское водохранилище заселили 37 тысяч мальков-стерлиде. До того, как отправиться в свободное плавание, молодняк жил на рыборазводном предприятии «Ютас», где и был выращен. До нового места обитания рыбу доставили на автомобиле, в кузов которого был установлен специальный контейнер. За время транспортировки и выпуска всех партий не погибла ни одна рыбка. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова